Итоги понедельника 26 ноября расскажут журналисты UATV. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Ввести военное положение на 30 дней. С таким предложением выступил президент в обращении к украинцам. В обнародованном ранее указе речь шла о сроке вдвое больше. Я буду предлагать парламенту вести военное положение на 30 дней, чтобы оно ни одним днем не совпадало с началом предвыборной кампании, чтобы ни у кого не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций. В декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться 31 марта 2019 года. В Верховной Раде депутаты рассматривают президентский указ о введении военного положения. В документе 12 пунктов. Содержание последнего засекречено. Представил документ секретарь СНБО Александр Турчинов. На месте работает корреспондент UATV Юлия Башко. Она с нами на прямой связи. Юля, добрый вечер. Что сейчас происходит в Раде? Добрый вечер, Елена. Наконец-то народным избранникам удалось собраться на неочередном заседании. До этого практически три часа длился перерыв. Дело в том, что депутаты не могли найти компромисс по некоторым пунктам указа президента. А именно, некоторые депутаты не были довольны тем, что, например, указом предусматривается введение военного положения на всю территорию Украины. Они требуют ввести военное положение только на отдельные части Украины, там, где идут боевые действия. Некоторым депутатам категорически не нравится то, что военное положение ограничивает права и свободы, конституционные права и свободы граждан Украины, а именно введение комендантского часа, контроль за въездом и выездом и многое другое. Но главное, что практически не нравится всем депутатам, это то, что военное положение может повлиять на ход предвыборной кампании, и проведение самих выборов 31 марта, и они требуют что-то изменить. Ну и что еще не нравится депутатам, я предлагаю сейчас послушать. Сейчас самое первое, что обсуждается, это четыре пункта, по которым есть разногласия. Первое, это территории, на которые будут введены военные положения. Несколько фракций считают, что вводить на территорию всей страны это глупо и странно. Второе, это дата проведения выборов, которая должна быть обозначена, чтобы ни у кого не было сомнений, что это делается не под выборы, а именно потому, что есть военная угроза. Третье, это срок действия военного положения, который предлагается делать не на два месяца, на один месяц, таким образом запустить избирательный процесс и не делать никаких дополнительных политических шагов. И четвертый момент, который считают самым важным, это ограничение прав и свобод граждан. Эти статьи полностью скопированы в указ, они просто неадекватны. Военное положение на отдельных территориях, а не в целом на территории Украины. Нужно определение военного положения ограничить до 30 дней и четко прописать, что выборы президента все-таки пройдут и 29 декабря, так как и планировалось, будет объявлено начало предвыборной кампании. Некоторые фракции даже блокировали сегодня трибуну. Из-за всего этого и длился перерыв почти три часа. В начале неочередного заседания должен был появиться в парламенте президент Украины и выступить с речью, обращением к депутатам. Однако вот такое поведение народных избранников помешало ему выступить. Он записал видеообращение, где сообщил о том, что время военного положения 60 суток. Он готов сократить в половину до 30 суток. И это не будет влиять на проведение выборов. Также перед народными избранниками выступил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. И еще вдобавок министр иностранных дел Павел Климкин. Они ответили на все вопросы, которые интересовали депутатов. А также сообщили то, что введение военного положения в Украине никак не будет влиять на выборы. Дата проведения выборов будет приниматься в декабре. И также министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, насколько необходимо сейчас принять военное положение, так как практически все морские порта сейчас находятся под угрозой блокирования. Что еще они рассказали, я предлагаю послушать. Любые обвинения касательно переноса даты выборов безосновательны. Президент для того, чтобы перечеркнуть все эти обвинения, уменьшил время введения военного положения до 30 суток. При отсутствии военной агрессии, при отсутствии фактически развязывания России полномасштабной войны, военное положение закончится до конца этого года. Действия России в районе Керченского пролива свидетельствуют о создании условий для полного блокирования морских портов Бердянска и Мариуполя, а также о возможности подготовки блокирования Черноморского побережья Украины. В парламенте перед депутатами выступил и начальник генерального штаба Украины Виктор Муженко. Он сообщил о том, что на данный момент известно, что трое раненых моряков находятся в Керче, о состоянии их здоровья можно только узнать с помощью международной организации «Красный крест». Судьба остальных захваченных в плен моряков на данный момент неизвестно, что еще он рассказал. Я предлагаю также послушать. По троим раненым они находятся в больнице имени Пирогова в Керче. По остальным морякам мы не знаем, где они. Их развезли по всему городу, может быть и по другим городам. Связи с ними нет. Информацию о раненых мы получили от Красного креста. И хочу напомнить, согласно указу президента Украины, военное положение вводится 28 ноября в 9 часов утра. То есть у депутатов есть практически два дня для того, чтобы проголосовать о введении военного положения. И хочу отметить, что и сегодня они уже могут сделать выбор, так как сегодня в 4 часа вечера зарегистрировалось в парламенте 338 народных избранников, а для принятия решения достаточно и 226 голосов. Елена. Спасибо, Юля. Это была корреспондент ЮЭТВ Юлия Башко. Она следит за событиями в Верховной Раде. Ранее президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в Украине. Сегодня парламент должен проголосовать за данное решение. Заседание проходит в эти минуты. Угрозы региональной безопасности из-за непредсказуемых действий Москвы обсудили по телефону президент Украины Петр Порошенко с генеральным секретарем НАТО Янцем Столтенбергом. Глава государства рассказал о грубом акте агрессии России против Украины в Азово-Черноморской акватории. И ответные действия Украины, в том числе обведение режима военного положения. Также призвал усилить международное давление на Россию, чтобы освободить украинских моряков и корабли. Договорились срочно созвать чрезвычайное заседание комиссии Украина-НАТО. Осудил агрессию России в Азовском море президент Европейского совета Дональд Туск. Об этом он написал в Твиттере. Туск призвал РФ вернуть украинских моряков и воздерживаться от дальнейших провокаций. Он также провел телефонный разговор с президентом Петром Порошенко. Туск заверил, приложит усилия для консолидации позиций ЕС по поддержке Украины и продлении санкций против России. Европейский союз, ООН и НАТО призвали Москву немедленно вернуть захваченные украинские корабли и без препятствий пропускать суда через Керченский пролив. За мировой реакцией следили мои коллеги. Россия атакует Украину и поднимает новую волну военной агрессии в Керченском проливе и Азовском море. С такими словами посол Украины в ЕС Николай Точицкий призвал Европейский союз ввести новые санкции против Кремля. В НАТО заявили, Москва без препятствий должна пропускать украинские суда через пролив. НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая ее права на судоходство в собственных территориальных водах. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты на Азовском море в соответствии с международным правом. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд напомнил, что свободный проход Керченского пролива гарантирован соглашением между РФ и Украиной. Оно было подписано в 2003 году и вступило в силу в 2004. Согласно ему, Азовское море и Керченский пролив являются общими территориальными водами. Соглашение должно соблюдаться. Крайне важно избегать дальнейшей эскалации в регионе. Евросоюз в своем заявлении призывал Россию восстановить движение по проливу в полном объеме. «Напряженность в Азовском море и Керченском проливе значительно возросла. Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохождения судов в Керченском проливе. ЕС не признает и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Российской Федерации». Агрессию в Керченском проливе осудили Канада, Польша, Дания, Швеция, Литва и Германия. В Конгрессе США призвали американского президента Дональда Трампа привлечь Путина к ответственности за нарушение международного права. Отреагировал и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Россия протаранила украинский корабль, мирно идущий в украинский порт. Россия захватила корабли и экипажи и затем обвинила Украину в провокации. Российскую агрессию в Азовском море обсудят сегодня на Совете безопасности ООН в 11 часов по Нью-Йорку. Это 6 вечера по Киеву. Экстренное заседание созывают по требованию Киева. Уже после обращения Украины созвать Совбез ООН потребовала и Россия. Инна Косинская, Вадим Гринько, UATV. Сделать все для деэскалации ситуации в Азовском море пообещала канцлер Германии Ангела Меркель. В телефонном разговоре с Петром Порошенко она отметила, что обеспокоена усилением российской агрессии. Стороны согласовали действия по подготовке к заседанию Европейского совета, который состоится в Брюсселе в декабре. Генштаб обнародовал переговоры российских военных во время атаки в Керченском проливе. Россия осуществила акт агрессии против Украины, открыв огонь по украинским морякам, сказал замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко. Это оперативная группа, капитан Бласов. Москва уточняет, кто совершил навал. ПСК РДОН. В отношении кого? А, 947. Принято. В точке, в точку. Первый навал. 44, 56, 0, 36, 38. Время? 7, 35. Больше не было навалов? Пока нет. Ваши сейчас координаты? Значит, 44, 58 и 7, 30 и 4. Особый цинизм действий России заключается в том, что Российская Федерация декларировала уважать территориальную целостность Украины, которая закреплена в действующих международных договорах. Однако, согласно законодательству Украины и международным нормам, Российская Федерация осуществила акт агрессии против суверенного государства Украина. Освободить украинских моряков и корабли из-за событий в Керченском проливе международные институции созвали экстренные заседания. Совет безопасности ООН, комиссия Украина-НАТО и постоянный совет ОБСЕ осудили нападение России и поддержали Украину. Яркие выступления, которые прозвучали в Нью-Йорке, Брюсселе и Вене, собрали корреспонденты UATV. Нарушением границ называют события в Керченском проливе представитель России на экстренном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Но большинство членов Совбеза называют его очередным актом агрессии Москвы против Украины. Я должен подчеркнуть, что согласно международному праву, Крым и соответствующие территориальные воды – это украинская территория, временно оккупированная Российской Федерацией. И нет российских границ, там, где произошел инцидент. Я повторяю, нет никаких государственных границ России вокруг Крымского полуострова. Украинские корабли отправились с одного украинского порта в другой украинский порт. Они попытались сделать это единственным возможным способом – через Керченский пролив. Обе страны – Россия и Украина – использовали его регулярно. Но в этот раз Россия решила предотвратить прохождение украинских кораблей, протаранила их и потом открыла огонь. Законопослушная и цивилизованная страна ни в коем случае не повела бы себя таким образом. Страны пришли к выводу – подобные действия России нельзя оправдать. И призвали Москву освободить украинских моряков и корабли. Мы осуждаем недостойное применение России военных сил. Это очередная демонстрация презрения России украинского суверенитета и территориальной целостности, а также международных норм, над которыми работает эта организация. Это следует из нелегальной аннексии Крыма России в 2014-м и строительства Керченского моста в мае этого года. Немедленно освободить украинских моряков призвал Россию генеральный секретарь НАТО Йенс Стоутенберг. Последние действия Москвы повлекут за собой серьезные последствия. Нет никаких оправданий применения военной силы против украинских кораблей. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и разрешить свободу судоходства Украине в Азовском и Керченском проливах. Обсудили инцидент в Керченском проливе и в Вене на экстренном заседании Постоянного совета ОБСЕ. Позиции ясны. Украинские моряки и суда должны быть возвращены Украине немедленно. Перед дискуссией Генсек объявил раннее предупреждение. Это дает серьезное убеждение в том, что ситуация экстренная. Москва обвинения в агрессии отрицает на всех уровнях и собирается наказать украинцев за незаконное пересечение границы РФ. Анжела Лешко, Инна Косинская, UATV. Двое защитников Украины ранены и шесть обстрелов с начала суток. Такая ситуация на Донбассе, сообщили в штабе. Боевики вели огонь у Пивденова, Малинового и Красногоровки из гранатометов и пулеметов. Возле Вильного и Опытного применили минометы 82-го калибра, а у Малинового использовали 120-мм минометы. Украинские военные были вынуждены открывать ответный огонь. Еда вместо тюрем и репрессий. Такой акции второй раз активисты отмечают в день рождения политзаключенного украинца Александра Кольченко. Сегодня ему 29, и это его пятый день рождения в российских тюремных застенках. В Киеве решили напомнить Кремлю, деньги стоит тратить на еду для нуждающихся, а не на политические репрессии. Рис, салат, чай и печенье – так в центре Киева отмечают 29-й день рождения Александра Кольченко. В таком формате мы празднуем уже не первый раз. Решили это делать, потому что это не мы придумали, это уже давняя такая акция. Их делают много где по миру. Концепция ее такая – food not bombs, то есть еда вместо бомб. И смысл в том, что лучше кормить людей, чем тратить деньги на оружие. Тогда, возможно, все чуть-чуть по-другому будет в этом мире. В украинских реалиях активисты адаптировали названия «еда вместо тюрем» и «репрессий». Рассказывают о заключенном в России крымчанине и кормят прохожих. Те, в свою очередь, передают пожелания в день рождения. Всего на лучшего, чтобы он вышел оттуда. Чтобы вышел оттуда. До начала российской агрессии Александр и сам часто участвовал в подобных акциях, рассказывает и его мать Лариса. Говорит, даже в условиях барака на 90 человек. Ее сын много читает и не теряет оптимизма. Морально, конечно, он такой молодец. У него боевой дух. Он не теряет надежды на возврат в Украину, на обмен. Не теряет времени даром. Он занимается самообразованием. Начал заниматься изучением языков. Увлекся педагогикой. Прочитал Макаренко и Сухомлинском. Это друг ему посоветовал. Со мной он делился этим. Ему очень понравилось. Вообще много читает по психологии. Улучшилось и физическое состояние. Александру удалось набрать вес после голодовки, оглашенной в солидарность с Олегом Сенцовым за освобождение всех украинских политзаключенных в российских застенках. Кольченко, Сенцова и Геннадия Афанасьева задержали в Крыму в мае 2014 года. Якобы за подготовку террористических актов на полуострове. Своей вины Александр не признал. Однако суд в Ростове-на-Дону осудил его к 10 годам строгого режима. Сейчас Кольченко содержится в колонии Копейска Челябинской области в России. Любовь Задорожная, Дмитрий Гришко, ЮАИ-ТВ. Поздравил с днем рождения Александра Кольченко другой украинский политузник и режиссер Олег Сенцов. Фото поздравительного письма опубликовал на своей странице в Facebook адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. Он пишет, что Олег восстанавливается после голодовки, но она бесследно для его здоровья не прошла. Сенцова возили в больницу, у него есть изменения в почках, сердце и печени. Врачи не знают, удастся ли это вылечить, но это не мешает Олегу активно работать над фильмом «Номера», пишет адвокат. Создание реестра ветеранов – одна из первоочередных задач новосозданного одноименного министерства. Как заявила руководительница ведомства Ирина Фрис, треть должностей займут участники боевых действий. Их специально обучат тонкостям работы госслужбы. Планируется, что министерство ветеранов заработает летом следующего года и сосредоточится на четырех направлениях. Это социальная поддержка ветеранов. Второе направление – это медицинское обеспечение. Третье, по моему мнению, наиболее важное – это почтение памяти погибших и работа с общественностью. И четвертое направление – стратегия. Отдельным блоком будет идти аналитика и введение ряд электронных сервисов, в частности, платформы «Еветеран». Актуальную информацию вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала UATV.ua. Таковы итоги уходящего дня. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова